Всем привет! Сегодня я покажу как сделать вот такую подвеску. Ее можно использовать для цепочки в качестве кулона, а можно подвесить, сделать две одинаковые и сделать серьги. Выполняется очень легко и просто. Нам понадобится для этого стеклярус и бисер. Стеклярус и бисер могут быть разного размера, разного диаметра. Итак, приступим. Начнем с того, что заправим в нить две иглы и наберем первую бусину, проведем ее посередине нити. Вот так. Наберем вторую и пройдем иголкой навстречу и затянем. Вот так у нас должно получиться следующее. Набираем еще одну и проходим навстречу. Вот так и затягиваем. Затянули нить, у нас уже три. Набираем длину изделия. Каждую пропускаем через обе иголочки и хорошенечко затягиваем. И так дальше. После того, как мы набрали длину нашего изделия, мы сделаем петельку. Мы не обрезаем нить, а продолжаем работать той же нитью. Мы выбираем любой конец, который для нас более удобен. Я выбрала право, который и набрала на правую ниточку 11 бисерин 15 номера Ракайлос. Что я делаю? Я возвращаюсь иглой по ходу нити, завожу ее вот сюда и затягиваю петельку. Вот так. И делаю то же самое теперь с левой. То есть завожу ее в бисер, прохожу по кругу и возвращаюсь и завожу ее в крупную бисерину. Все бисеринки мелкие и завожу иглу в крупную бисеринку. Вот так. Следующее, что мы будем делать, мы будем нанизывать наш стеклярус. Для этого я набираю стеклярус и бисеринку для того, чтобы закрепить. Возвращаюсь в стеклярус. Вот таким образом. И смотрю, если у меня игла выходила из вот этой бисерины, то возвращать ее буду в следующую нижнюю. Вот таким образом. И затягиваю. Я буду работать поочередно, то одной иглой, а потом, когда я закончу работу с этой ниткой, я вернусь к вот этой. То есть мы ее сейчас можем отложить. Итак, мы набираем следующую, набираем закрепляющую. Вот так стеклярус и бисерина. Протягиваем. Возвращаемся в стеклярус и смотрим. Ага, мы вернулись отсюда. Значит, возвращаем мы стеклярус в следующую нижнюю. Вот так. И затягиваем нить обязательно. Затягиваем, но не перетягиваем. Для того, чтобы у нас был эффект таких вот опущенных вниз, свисающих, сниспадающих. Потому что если перетянуть, они будут торчать прямо и уже будет немного другой эффект. Итак, следующее. Это стеклярус, бисеринка и смотрим. Если мы вышли вот из этой, значит возвращаться мы будем в нижнюю. Итак, мы заводим иголочку стеклярус и в нижнюю. Ничего не переворачивая, ничего. Все очень просто. И так всю нить до конца, до конца нашего, до конца длины изделия. Внизу я покажу, что делать дальше. Итак, вот мы подошли к концу нашей подвески. Для этого мы нанизываем еще один стеклярус в бисерину и возвращаемся через стеклярус в последнюю бисерину. Вот так. Затягиваем. Что у нас должно получиться? Теперь дополнительно мы нанизываем одну бисерину. Затягиваем и возвращаемся, но не проходим сюда, а просто вот так закрепляем. Мы это откладываем и вернемся к верху для того, чтобы сделать вторую половину. Опять же, мы набираем стеклярус и бисерину. Затягиваем. Смотрим. Если мы выходили отсюда, значит заходим мы в следующую. Итак, возвращаемся в стеклярус и проходим в следующую бисерину. И затягиваем. Я переверну для удобства. И так следующую. Итак, вот мы нанизали стеклярус и бисерину. Возвращаемся в стеклярус и смотрим, что вот она наша свободная. Вот так мы и возвращаемся в нее. Вот сюда. И затягиваем. И вот уже так называемая елочка становится погуще. Вот так. Стеклярус и бисерину. Подтянули. Вернулись через стеклярус. Зашли в следующую. Свободную. И подтянули. И так до конца. Сейчас мы нанизаем последнюю. Последнюю в этом ряду. Если быть точнее. И еще одну. Для того, чтобы внизу у нас не была голая елочка. Вот. Мы ее тоже никуда не прошиваем, не продеваем ничего с ней. Просто одну и затягиваем. Вот так. Вот что у нас должно получиться. Вот такие две нижние. И так мы затягиваем нить с одной и с другой стороны. И нанизаем посередине еще одну центральную. Зайдем сразу же двумя иголочками в нее. Вот так. Подтянем нить. И то же самое мы сделаем с вот этой бисериной. Сразу в две иголочки ее надо будет. И закрепить. Закрепляю я поочередно возвращаясь через стеклярус вниз. Вот что должно получиться. Затягиваю нить. И закрепляю нить. Закрепляю, проходя в соседние висюльки. В соседние вот эти иголочки. Просто сперва одну иголочку. Сперва одну половинку. Вот так. А потом вторую нить. Точно таким же образом. и вторую. Сюда. Подтянули. 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 я буду использовать вот такие разъемные колечки. Для того, чтобы можно было вот так вот. Эту подвеску подвесить за колечко. Вот таким образом. И теперь мы можем это подвесить на швензу. Использовать для сережек. Или как подвесочку для цепочки. Вот так это выглядит, если это подвесить на цепочку. Можно использовать разный бисер, разный стеклярус. и эффект немножко меняется. Вот. Чем длиннее мы набираем наше количество, тем более эффектно это все выглядит. Вот так. Надеюсь, у вас все получится. И туториал был понятен. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok